так девочки мои когда я выхожу на улицу у меня такой позитив такая энергия хлыщет во мне мне хочется поделиться с вами дома немножко или жара это или вот эти дела постоянные то нужно все перестирать к зимы как говорится на лет летний сезон то нужно спрятать зимние вещи зимнюю обувь посушить перемыть сами знаете хозяйка чем занимается дома и на видео думаешь что снять видео дома ну ничего не соображает голова не а когда выходишь на улицу посмотрите какая красота хочется прям так летать так мои хорошие мы находимся в моем парке это мой парок личный поверили мне надеюсь ну так вот шутка это парк сказка называется по-турецки здесь мои внуки когда прилишь приезжали ой что было с ними трое в разные стороны бегут не успевала за ними их догонять а старшая у меня мари она очень похожа на меня не такие зеленые глаза в общем вся на мне кажется что это моя копия это во-первых моя первая внучка я ее безумно обожаю и знаете что сейчас я попробую переключить камеру чтобы показать ей себя а то я все время показываешь парк наш парк но сейчас минуточку на солнце не вижу мои хорошие дождитесь и сейчас я переключусь так вот девчоночки что я хотела сказать это самый такой любимое место моей внучки и вот первая внучка когда у меня родилась у меня было сколько лет ей будет в этом году пять наверное 42 мне 47 42 года мне было знаете что а я как будто я ее сама родила такое чувство я вообще сам этот процесс видела потому что она рожала в моей клинике дочь моя рожала в клинике где я проработала два этот и мы знаете какая история была очень интересная мы ждем ждем каждый день никак не получается живут россии а дитё все не рождается но так вот мы у моей подруги была свадьба намечалась старшего сына и я знаете как он было думаю ну как я буду готовиться когда а я до этого подготовилась купила там себе слатье там договорилась с салоном все так была такая настроена и вдруг утром день свадьбы она мне они уже у меня были переехали потому что я должна была их отвезти в больницу но мамы спокойнее как всегда и она значит мы были на свадьбе да это утро вдруг она говорит мама у меня живот болит а я собралась только в салон эти представляете и она мне об этом заявляет что у нее болит живот потом какое-то время прошло наград нет я под оказывает а у меня подруга была причина я пошутила иди горит их салоны день но я пошла в салон это надолго 3-4 часа я была потому что я делала все и маникюр и макияж и прическу все я должна была блистать это свадьбу что подруга моя первая свадьба ее сына старше короче девочки сижу я там сделала все привела себя в порядок и вдруг при да как возвращаться надо домой села в такси приезжаю домой моей дочки нету знаете что у меня оборвалась вообще все внутри представляете собрались на свадьбу и моей дочери не зятя никого нету я быстрее звоните гурнаты что мы сейчас как приедем из больницы едем какой больницы вы представляете она не хотела меня напугать и изменить все мои планы у нее начались небольшие боли они продолжились а и она села с мужем поехала на такси поехала в больницу без меня мои подруги там все ей сотрудники мои коллеги все помогли оказывается не были первые предвестники но в течение вот некоторых дней даже часов она могла бы начать рожать но еще рано и смысла не было остаться в этой больнице так вот но у меня сердце я потеряла его вообще еле набор нашла ну вот такая была история и дальше было интересно вы значит пошли на свадьбу она значит я постоянно на нервах не отвлеклась а там как говорится не расслабилась а звонила и как она что она как ничего ничего но есть более есть более есть боли и в моя подруга говорит пускай она придет вот на свадьбу хоть покушает беременная вниз неизвестно как под друг родить завтра и она не сможет это поесть то что здесь есть я и звоню на ответ и приедешь ко мне конечно приеду она только жена будущем она приехала на такси с таким пузом все на ее внимание обращали а у нее уже воды пошли представляете сидит она надела памперс не то что памперс на себя делаете воды но она ест ест от пуза пока она не наелась она не успокоилась но мы пока я гур как ты на сидела она еще потанцевала с мужем в общем у нее так это все время прошло мы приехали домой но я помогла своей подруге и при получилось так что задержались долго и приехали где-то после 12 я еще пошла к ней домой начала вот эту еду мы собрали чтобы расфасовали по холодильникам положили все прихожу домой моя дочка ходит мучается вы представляете а я с макияжем с прической такая я а я уставшая тоже такая после после этой свадьбы после всей этой суеты и я говорю натрия можно и так а спины такую все сняла макияж все а прическу оставил мне лоханы были так красиво накручены жалко было смывать она тору день не надо на работу было идти и вот друзья мои час я наверно заснула и она не год мама я не могу мы поехали в роддом представляете я когда приехала в роддом мои коллеги обалдели как я готовилась такой прической ночью и вот мы с трех или четырех часов ночи были в бат в этом роддоме и она только родила когда она родила у меня вы знаете я уже не помню днем я вообще постарела ну короче родила 4 августа родила мою первую внучечку самый любимый так уолю сюда так намучила маму я встретила и такая красивая с такими кудрями со всеми и вообще вот такая вот была история поэтому она мое сокровище вот говорят что первые внуки они какие-то особенные вторые и третьи это тоже это но первое когда ты ждешь это все твое единственное внимание которое я уделил у меня было свободное время я ехала к ней суббота воскресенье было я и после работы бегу с сумками с гостинцами прямо она в ланчхуте замужем у меня так девочки сейчас что-то поздно до меня дошло и вот решила все таки снять и показать вам себе сделал вот такой супчик диетический овощной и а муж попросил вот такой вот не да у них с горошком значит что нужно делать быстро рассказываю ничего сложного покрошить луковицу добавить картошку луковицу потом томатную пасту потом картошку на крошу потом морковку потом вот этот вот горошек и вот сейчас надо залить все полностью водой и все так заливаю все водой вставляйте весь готово и будет она вариться мы все вот так легко готовить у них еду мой муж представляете показал мне сейчас нашел в ю тубе ролик чтобы я его сготовила а я решила вам его заснять так соль добавляю вчера представляете приготовила плов и соль забыла положить вообще и вот он не сто раз повторил ну соль не забудь соль не забудь а я говорю а ты видишь говорю там тоже пряности есть он не любит так когда много пряностей кладу в пищу и короче красный перец тоже добавила и все вот это вот будет он кушать у меня я вот кстати никогда это не пробовала все накромсать и добавить воду вот такую как суп ну пусть есть приятного аппетита девочки так а это немножко она у меня сварилась и чуть-чуть осталось и будет готова так а это для меня вместе с картошкой отвариваю молоденькой картошечкой такой мне будет сегодня обед девочки мальчики следу еще один совет от меня есть как я храню зелень холодильник я ее взяла в понедельник купила посмотрите и она до сих пор у меня свежая я заворачиваю бумагу и складываю потом целлофановый пакет и так она я храню всю зелень вы знаете что очень много паразитов в природе и поэтому мы делаем я всегда делаю профилактику то есть всю зелень замочила в уксусной воде на глаз добавляю уксус соль еще добавляю и полчаса но место потом я буду мыть вот так что пользуйтесь этим советом мои хорошие обед готов или ужин точнее всего это одно из блюд из турецкой кухни называется безелье хавучлу то есть горошек вместе с морковкой приготовила его быстро очень легко и вам советую вообще турецкая кухня такая все быстро моментально можно делать не надо возиться чем еще возишься тем больше нравится турецким мужьям а у меня другой обед вы видели сами приятного аппетита друзья мои что хотела вам показать посмотрите во время поста восемь часов миновало и все сидят на балконе смотрите пожалуйста соседи толпами приходят и вместе ужинают толпами Здесь обычаи.